итак привет всем кто меня смотрит я сегодня нахожусь на окраине города бремен здесь у меня загрузка вот есть около шести часов до загрузки и решил съездить центр посмотреть достопримечательность мой конь уже готов на старт бьет копытом вот эта фирма на которой я сегодня буду грузиться буду стартовать скажу так дорога не слишком близкая девять с половиной километров до центра пока проезжаю промзоны погода не очень ветер такой холодный против и такое наступило все как на дождь но попытаюсь прорваться будем надеяться на лучшее уже проехал почти пять километров где-то по окраине едут высок справа специальная велодорожка пешеходная уже начинаются домики окраина города вот отдельно за кустами и деревьями по детской площадке сделано такой прикольный прикольно тем что не между домами с дерева так интересно весна германии тоже есть дачные участки домики что проезжал так хорошо было видно это какой-то заброшенный на удивление тут какое-то все заросшее только что проезжал такое все было красиво так все как говорится вылизано это какой-то видать участок заброшенный не один от ну хорошие тоже похоже более-менее на жилой маленькие участки маленькие домики приезжают на выходные через 200 метров поверните налево решают тут релаксуют шерлычки жарят вот уже проехал километров шесть за еду по городу скажу так многие постройки уже в голландском стиле потому что ночь в голландии в основном такого темно-коричневого кирпича большинство построек так как бремен находится недалеко от голландии оно так так и есть по европейским странам какой границы подъезжать уже схожая культура схожие постройки начинают преобладать такой плавный поворот налево затем поверните направо алиса подсказывает куда ехать маршрут сложный так не запомнишь его вот я подъехал к реке которая надел называется везер шумно конечно здесь просто мозг через 200 метров поверните направо я понимаю набережная всякие стоят катера кораблики вы начинаются красоты постройки буду ехать дальше вот решил переехать на другую сторону реки поснимать поближе такие сиропские лодочки стоят там дальше понимаешь центр города домики красивые красиво облицованы вот тоже сиропские лодочки там дальше вот подошел ближе к этому красивому костелу вот впереди по всей видимости прогулочный теплоход сейчас не сезон просто стоит пришвартованный океан статуя какая-то кричащего человека и дальше тоже прогулочные теплоходе кистоя тут сезонное на движение такое у ее сейчас они стоят и грустят красиво дома построены на берегу реки ты ничего там написано матюки какие-то немецкие котировка такой премиум называется тоже прогулочный а вот стоят парусники Такой наподобие прогулочный в Гданьске есть. По порту ходит, как говорится, потому что плавают, не говорят. Напоминает еще, в Питере на Неве тоже такой есть, подобный, не такой конечно. Такие вот постройки на набережной. Красиво конечно, ветер правда сильный. Остановлюсь немножко с ней, вот так это выглядит. Тут надо более с далека снимать, чтобы в кадрах сильно крупно получается. И вот арки, а сверху видать там смотровая площадка. Доехал до центра. Сочетание старины и современного. Этот поворот повернул, как будто совершенно в другом месте оказался. Сочетание старины и старины. Сочетание старины. Сочетание старины. Сочетание старины. Такой вот отсюда вид. Сочетание старины. Сочетание старины. Здесь тоже, как и в Голландии, очень много людей на велосипедах ездят. Какие красивейшие постройки. Медный садник. Ну вот, добрался я до центра. Сейчас нахожусь на рыночной площади Бревена. Коммунальные службы немножко вид портят и звук, но ничего. Здесь будет, наверное, костюмированное представление. Что-то типа такого. А вот сейчас в кадре прямо передо мной ратуша Бревена. Сейчас дальше отошел, чтобы в кадр помещалось полностью. Сейчас зайду еще с другой стороны. Вроде издалека, но полностью не помещается. Это вот вид сбоку ратуши, такие всадники красивые. Сейчас немножко дальше отойду. Я хочу обойти ратушу с другой стороны и посмотреть, что там. Интересный памятник. Это, по всей видимости, фонтан. Ладесбанк. Как полагается, площадь рыночная. Вот рынок. Ну и как же без уличных музыкантов. Я ходил искал, но наконец нашел. Сейчас я покажу памятник бременским музыкантам. Я знал, что он находится возле ратуши. А где именно? Нет. Сейчас впереди подхожу ближе. Осел перс по трепету. Осел перс по трепету. Сразу забегаловки здесь, садуги. Ну и дальше продаются всякие сладости, сумочки. Всякий ширпотреб, маленькие магазинчики, как обычно, во всех центрах городов, уже кое-где в окнах магазинов елочки появляются, уже начинается новогоднее настроение. Сверху висят, по всей видимости, гирлянды, они ночью светятся. Сверху висят, по всей видимости, гирлянды. Сверху висят, по всей видимости. Различные бутики. Вот елочки, как я говорил. Ведь скоро же Новый год. Представляю, как здесь будет красиво на Новый год. Дедушка Мороз с оленем. Уже появляется новогодняя атрибутика. елки в магазинах. Вон на Новый год. Против, там уже и наряженная. Ещё пройдусь немножко, поснимаю красоты. Пока ещё немного есть времени. Распродажа вещей по 3-5 евро. Штаны, куртки, жилетки. Магазин называется Torino, как город в Италии. Турин по-нашему. Это всякие модные бутики. Магазин. Вот ещё какой-то памятник непонятный. Это какие-то обезьяны. обезьяны на обезьянах. Ну вот и все. На этом заканчивается моя велопрогулка по городу Бремен. Всем приятного просмотра. Пора возвращаться назад. Не стесняемся. Ставим палец вверх. Подписываемся. Всем пока.